Если один из родителей не хочет платить алименты и всячески избегает приставов, ребёнок не должен оставаться без матпомощи. Пока должник находится в розыске, выплаты ребёнку компенсируют из областного бюджета. Само собой, в долг и под проценты, за счёт уклониста. Так звучит одно из положений нового законопроекта, разработанного фракцией «Справедливая Россия». Я считаю, что, как минимум, законопроект интересен и может быть рассмотрен, учитывая, что, прежде всего, он направлен на обеспечение прав и законных интересов детей. Проблемы, я думаю, здесь могут возникнуть, прежде всего, с реальным исполнением, наполнением бюджета, потому что средств потребуется много. По мнению депутатов, Семейный кодекс нуждается в доработке. Очень часто алименщики стали прятать реальные доходы за мизерным белым окладом или вовсе отказываясь трудиться. Благо, можно встать на биржу труда. Итог – ребёнок получает символическую помощь. Сумма выплат варьируется от 133 рублей. Это от пособия по безработице, допустим, 800 рублей должник получает. Это одна шестая часть, 10%. Порядка 10% должников у нас оплачивают мизерные суммы на содержание своих детей. Встают на учёты Центра занятости населения. И оплачивают способия по безработице 200-300 рублей в месяц. Тем не менее, нельзя забывать и то, что по оценке Росстата, больше половины россиян получают зарплату ниже средней по стране. Как же тогда выплачивать алименты по новым тарифам, если зарплата и так мала? Психологи уверены, всё решаемо. Ссылки или перекладывание на мать без всякой альтернативы финансировать развитие ребёнка на самом деле дают возможность мужчине снимать с себя ответственность. Говорят, что останется, то я и направлю на ребёнка. Поэтому, на мой взгляд, это будет стимулировать и мотивировать мужчин думать о том, как в первую очередь обеспечить ребёнка, а не перекладывать это бремя на женщину. Я считаю, что это очень позитивный закон. Пока инициативу парламентариев негативно оценили в правительстве. По мнению чиновников, увеличение размера алиментов нарушит баланс прав и интересов обоих родителей. Взыскивать больше 70% доходов нельзя. По мнению экспертов, законопроект имеет очень небольшие шансы на то, что его примут.